МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Добродей. И сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Управляющая организация довольно быстро реагирует, и буквально в течение от 1 до 3 дней меры принимаются. 19 предписаний и 13 дел об административных правонарушениях. Таков результат рейда жилой инспекции по Петрозаводску и районам Карелии. Но даже если к нам приходит один абитуриент, который желает изучать далее вепский или пожелает изучать карельский язык, любой из его диалектов, то мы такого студента берем и учим. Карелы, вепсы и финны объединятся. По крайней мере, в рамках кафедры филологического факультета госуниверситета. В ПетрГУ проходит очередная реорганизация. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия. 34 миллиона рублей не хватает Петрозаводску на покупку школьных учебников. Обеспечат ли учеников литературу и как обещали. Два старинных здания на проспекте Ленина в центре Петрозаводска включены в реестр памятников культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение правительства подписал глава Карелии Александр Худилайнин. Статус памятников охраняемых государством получили деревянные двухэтажные здания по адресу проспект Ленина 24 и 24А. Одно из них построено в 1917 году, другое в 1947. Раньше там располагалось управление Мурманской железной дороги, а в последние несколько десятилетий различные организации, в том числе Министерство образования Карелии. Инициаторами сохранения этих зданий стали представители нескольких общественных организаций, которые в 2011 году активно протестовали против сноса этих построек и возведения на их месте нового административного комплекса. После этого Министерство культуры Карелии провело экспертизу, которая признала здание объектами культурного значения. В итоге этот статус был закреплен официально. Уже с 1 сентября этого года, согласно данному республикой обязательству, учебники всем без исключения школьникам должны выдавать бесплатно. Тем не менее, далеко не все муниципальные образования Карелии готовы к такому развитию событий, в их числе и Петрозаводск. Об этом сегодня говорили на заседании Координационного совета по модернизации общего образования в Карелии. О планах развития и реалиях сегодняшних в материале Натальи Кузьминой. Свыше 200 миллионов рублей получит Карелия из средств федерального бюджета в рамках проекта по модернизации школьного и дошкольного образования. Одним из условий получения субсидии – наличие комплекса мер и обязательств региона перед федеральным центром. В том числе, согласно одной из статей закон об образовании, стопроцентное обеспечение учебниками всех школ республики. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия. Обеспечить школы учебниками необходимо только за счет средств бюджетов разного уровня. По данным республиканского Минобразования, в среднем в Карелии обеспеченность учебниками составляет 71%. При этом где-то фонды заполнены целиком, в других районах только наполовину. Так, в Петрозаводске на выполнение этого требования необходимо как минимум 30 миллионов рублей. В городском бюджете таких средств нет, объяснила начальник городского управления образования Наталья Волкова. Поэтому администрация просит помощи у республики. На совещании также зашла речь о еще одном обязательстве Карелии – поднять зарплату педагогов до уровня средней зарплаты в регионе. По итогам первого квартала 2013 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в республике Карелия составила 27 382 рубля. В 2013 году будет опробована бальная система при аттестации педагогов на квалификационную категорию. Кроме того, продолжается профессиональная переподготовка работников системы образования по двум специальностям. Менеджмент в образовании и педагог профессиональной школы. С этого года молодых специалистов начнут дополнительно поддерживать и со стороны Карельского Минстроя. Педагогам в возрасте до 35 лет будут компенсировать часть первоначального взноса по ипотечному кредиту. Что касается перехода на новые государственные стандарты образования, то в прошлом году в Карелии по ним уже начали обучаться в 20 образовательных учреждениях. В 2013 году учиться по-новому начнут еще в 28 школах, лицеях и гимназиях. На новые стандарты образования пока не перейдут в Каливальском, Муизерском, Сегежском, Лоукском районах и в Костомукше. Тем не менее, этим районам рекомендовано уже сейчас начать подготовку к нововведениям. Карелия рискует лишиться финансирования из фонда содействия реформированию ЖКХ. А все из-за того, что в республике не полностью выполнены обязательства по расселению ветхого жилья. В Киме уже два года не могут построить 26-квартирный дом для жильцов аварийного фонда. Конечный срок, когда люди должны въехать в новые квартиры, 30 июня. В противном случае, все вложенные Федерацией и Республикой деньги поселению придется вернуть. Об этом и не только говорили на заседании рабочей группы в Республиканском Минстрое. Разговор получился весьма жесткий. Максим Алиев продолжит. Два года как Ким вступила в программу по переселению граждан из аварийного фонда. Смысл ее в том, что большую часть средств, в случае с Кемью это 16,5 миллионов рублей, перечисляет Федеральный фонд. Еще 3,5 республика и лишь 1,5 миллиона выделяет само поселение. Деньги перечислили, однако к установленному сроку декабрю 2012 года дом так и не построили. Правда, как сообщают в Кемской администрации, к 30 июня дом сдадут. Сейчас вот наступило благоприятное время для того, чтобы выполнять земляные работы по наружным коммуникациям и отделочным работам. Строители работают в две смены без выходных. Только проблемы это не снимает. Мало построить дом. Самое главное – оформить и передать квартиры людям. А процесс лишь одной регистрации права собственности занимает 20 дней. В программе расселения нет слов строительства, завершения строительства и финансирования строительства. У нас есть выкуп у застройщика. Дом введен или нет? Нет, еще. Конечно нет. Нет, еще. А мы хотим уже квартиры людям до 30 июня раздать. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что принимается мирова. Мы говорим о том, что Кем срывает все сроки. Если до 10 июня администрация не оформит право собственности на дом, Кем может попрощаться с выделенными деньгами. Их придется отдать, чтобы вся республика не лишилась финансирования. Так уже поступил Петрозаводск, который в феврале признал, что построить 120 квартир, имея лишь фундамент, не получится. Деньги, а это 113 миллионов рублей, вернулись в фонд. Зато город может рассчитывать на финансирование в рамках последующих программ. В то же время есть в республике поселение-отличники. Ляскеля уже третий год участвует в программе переселения и сроки всегда выдерживает. Маленькое поселение. Дома введены, в собственность оформлены. Все. Договора заключены. Через неделю обещали акты сноса. Все. Все на руках. Все есть. Что касается Сегежи и Рабочая Островска, где также к концу июня должны построить 7 и 12 квартирные дома соответственно, то там ситуация хоть и похуже, чем Ляскеля, но вполне решаемая. Но глобальных проблем с освоением средств в республике это не снимает. Сейчас фонд содействия реформированию ЖКХ может выделить Карелии полтора миллиарда до 15-го года. И если республика за два последних года с таким трудом и не полностью освоила 217 миллионов выделенных федераций, то что же будет с суммой в несколько раз большей? Этим вопросом задаются чиновники Минстроя и предлагают местным властям активнее работать над освоением федеральных рублей. В Петрозаводском госуниверситете в начале июля пройдет очередная реорганизация, которая коснется преподавателей и студентов, изучающих карельский, вепский и финский языки. Три месяца назад они уже пережили неприятное событие – ликвидацию факультета прибалтийско-финской филологии и культуры. Тогда кафедры финского, карельского и вепского языков вошли в состав филологического факультета. Но, как оказалось, на этом дело не закончилось. В чем будет заключаться новая реорганизация, разбиралась Алена Сянти. Не успели карелы, вепсы и финны прийти в себя после известия о прекращении почти 20-летней деятельности любимого факультета, как вдруг очередной шок. Кафедры финского, карельского и вепского языков и литературы с 1 июля объединят. Огорченные известием преподаватели от комментариев отказались. В ректорате ПетрГУ нас заверили, что новая реорганизация – это один из способов усиления гуманитарного образования, и перемены никак не отразятся на количестве и качестве преподаваемых языков. Не ожидается также и переезда кафедр из родного корпуса на улице Правды. Там база, там лингофонные классы, там библиотечка у них, да, такая очень замечательная. Ну, там все пока, что нужно для преподавания этих языков. Если раньше финский, карельский и вепский были специализацией в рамках специальности филология, то теперь обучение студентов филфака будет осуществляться по разным профилям бакалавриата, в числе которых и национальные языки. В ректорате отмечают, что группы, изучающие карельский и вепский языки, самые малочисленные в университете, но, несмотря на это, ПетрГУ их сохраняет. Если у нас, вот, скажем, есть на третьем курсе один студент, который учится на специализации вепский и финский язык литературы, мы его учим. То есть группы 6, 4, 9 человек, да. Понятно, что они малочисленные, но даже если к нам приходит вот один абитуриент, который желает изучать далее вепский или там пожелает изучать карельский язык, любой из его диалектов, то мы такого студента берем и учим. В прошлом году университет выпустил по этим специальностям 27 человек, а в 2003 году 71 специалиста. Несмотря на снижающееся количество желающих изучать в УЗИ национальные языки, ПетрГУ и в текущем году объявил набор на эти профили. По слухам, незаинтересованность абитуриентов в этих языках отчасти объясняется и снижением количества часов преподавания карельского и вепского в школах из-за введения большего количества часов физкультуры. Но в Министерстве образования Карелии эту информацию опровергли. Министерство образования Республики Карелия ведет ежемесячный мониторинг изучения родных языков в связи с тем, что с 1 сентября 2012 года выплачивается дополнительное вознаграждение педагогам на преподавание родных языков. По данным мониторинга, примерно 9% всех учащихся Республики изучают родные языки. Школы, в которых ведется такое обучение, имеют обязательный к исполнению общероссийский учебный план и сокращение количества часов от 1 до 3 в неделю невозможно с точки зрения закона. В Республике в этом году национальные языки изучали 6,5 тысяч школьников. Управляющие организации, как правило, быстрее городские администрации реагируют на предписания надзорных органов и убирают свалки на подведомственной им территории. Такой вывод делают специалисты жилинспекции, которые только за последнюю неделю провели более 50 проверок в Петрозаводске и 10 районах Республики. Результатом стали 19 предписаний в адрес управляющих компаний и 13 дел об административных правонарушениях. В очередной рейд со специалистами жилинспекции отправилась и наша съемочная группа. Территорию возле пересечения проспектов Невского и Комсомольского в Петрозаводске можно смело назвать расширенным центром. Однако, если отойти от дороги буквально 30 метров, то в это верится уже с трудом. Если сложить все подобные этой свалки в городе, то, по мнению работников жилинспекции, можно насобирать целый гектар мусорного поля. Выяснять, кто виноват – дело неблагодарное. Поэтому главное – установить хозяина территории, обязанного следить за ее состоянием. Ему и направляется предписание. В данном случае это территория, скорее всего, организации, которая находится за этим забором. Мы составляем документы, акт, фото-документы и направляем все это в администрацию Петрозаводского городского округа. Они уже, исходя из границ земельного участка, определяют владельца территории. В дальнейшем хозяин земли, на которой обнаружена свалка, обязан будет ее убрать, а заодно и заплатить штраф до 20 тысяч рублей. Когда же дело касается жилищного фонда, то вина ложится на управляющую компанию. Им чаще всего дают шанс убрать мусор, не дожидаясь санкций. И, кстати, управляющие компании практически всегда выполняют свои обязанности. Управляющая организация довольно быстро реагирует. И буквально в течение от одного до трех дней меры принимаются. Но когда мы обращаемся в администрацию города, то есть это не придомовая территория, а территория городская, либо каких-то ведомств, не относящихся к жилищному фонду, то здесь сроки, конечно, могут быть и больше. Это зависит уже от расторопности администрации города и работы административной комиссии. Помимо плановых проверок, а за каждым работником жилинспекции закреплен определенный участок города, который он и контролирует, надзорные органы принимают и обращения от самих жителей. Так что, если вы вдруг увидели недавно появившуюся свалку, то не лишним будет обратиться к инспекторам. 19-й тур предварительного голосования за кандидатов для выдвижения на пост Петрозаводского мэра прошел на фоне красных дней календаря. При этом у каждого участника праймерс он был свой. От Международного дня пищеварения до Дня пограничника. А вот кто действительно готов сделать жизнь петрозаводчан настоящим праздником, выборщики пытались понять из выступлений кандидатов. О розовых очках и о настоящих мужчинах в нашем следующем материале. Город рабочих и заводов или Петромагазинск? Похоже, данный вопрос действующему городскому мэру до сих пор не дает покоя, поскольку в своем выступлении Николай Левин уделил теме промышленности в Петрозаводске немало внимания. У нас появилось новое производство, завод ягодной калерии, завод по производству плитовой змеи, который уже работает. Я думаю, что открытие официально состоится вот от дня на день. Далее разрешение на строительство еще одно производство по переработке рыбы. Это трудовые коллективы, это традиция нашего города. С такой трактовкой городских традиций спорить не стал никто, а вот перечисленные Николаем Левиным успехи действующей Петрозаводской администрации вызвали критику ряда участников праймерис. Я рада, конечно, что мои коллеги оптимисты, но я хочу быть реалистом. Я не хочу, чтобы мы каждый раз выходили, как в кино, только вместо очков 3D нам выдают розовые очки и пытаются доказать, что на улице все хорошо, все замечательно. Вы не туда смотрите. Толкать надо власть. Толкать и власть должна развернуться лицом к людям прежде всего. Тогда у нас совместно все будет получаться. Тогда мы наведем порядок на наших территориях, на наших дворах. Сами выборщики, которых в пятой школе Петрозаводска собралось 57 человек, подобный накал политической борьбы восприняли с интересом. Запоминается выступление, но все так оживлено, я думаю, будет проходить как-то более вяло. Первый раз я на таком событии. Мне нравится, что живая аудитория как-то реагирует, и сами участники так себя достойно ведут. Понравилось. На самом деле понравилось. Понравилось слушать кандидатов. Не со всеми согласны, не всем верю. Это понятно. Ну, в общем, оптимистичные прогнозы. Мэр. Мужчина или женщина? Только мужчина. Какие качества основные? Деловитость, честность и отзывчивость на просьбы людей. По итогам тайного голосования предпочтения выборщиков с Куковки распределились следующим образом. За Николая Левина проголосовал 41 человек. Второе место у Анатолия Рождествена. Илья Косинков и Андрей Макаревич заняли третье и четвертое место соответственно. А теперь к другим новостям республики. В 2013 году в Карелии планируется ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет. А в 2017 году полностью закрыть проблему нехватки мест в детсадах. На эти цели правительство страны выделит регионам 50 миллиардов рублей. С момента открытия навигации на северных озерах республики прошло всего несколько дней. А инспектор ГИМС уже задержали за нарушение правил управления маломерными судами трех человек. Лодки не имели соответствующей регистрации и бортовых номеров. А их хозяева спасательных жилетов. Каждый год инспектор ГИМС штрафует владельцев лодок за отсутствие прав на управление судном. Пожароопасная обстановка в лесах Карелии накаляется. Только за прошедшие сутки в республике зафиксировано 9 возгораний на площади более 40 гектаров. Пять из них до сих пор не потушены. Для сравнения, в прошлом году к концу мая огонь уничтожил 33 гектара леса. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелии напоминает. Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщить об этом можно, сделав бесплатный звонок по круглосуточному телефону прямой линии. Всемирный фонд дикой природы направил правоохранительным органам Карелии письмо с требованием наказать людей, которые подстрелили в Луковском районе Атлантического моржа, занесенного в Красную книгу. Животные с огнестрельными ранениями видели 24 мая сотрудники Беломорской биологической станции. После этого моржа пытались найти, но безуспешно. Он либо погиб, либо уплыл. Завтра весь мир отметит день без табака. Петрозаводские школьники включились в социальные акции против курения уже сегодня. На стадионе «Юность» прошел флешмоб среди тех, кто выступает за здоровый образ жизни. Чтобы создать вот такие огромные легкие, на стадион пришло порядка 300 учащихся из семи городских школ. Впервые в Петрозаводске прошла такая масштабная акция по борьбе с курением. Организовали ее сотрудники и волонтеры клиники дружественной к молодежи. Подобные акции они проводили уже и в других городах России. Когда мы приходили в классы и приглашали ребят на флешмоб, очень многие откликались и говорили, конечно же, мы придем. И хотелось бы заметить, что многие школьники сейчас идут еще только на учебу. То есть они пришли в свободное время и провели с нами замечательно его. Многие участники акции уже не первый раз выступали против борьбы с курением. Однако не все флешмобовцы оказались некурящими. И не всех эта акция побудила бросить вредную привычку. Курение убивает любого человека. И мне кажется, бороться с этим надо. А тебя это на что-нибудь сподвигло? Нет. Нет? Почему? Ну потому что у каждого человека свой принцип, курит он или нет. Ну и захочет человек бросить, он бросит курить. Я пока не знаю, не очень хочу. А уже с 1 июня 2013 года напоминаем всем курильщикам. По всей стране будет запрещено курить в общественных местах. И сегодня мы спрашиваем у вас, будете ли вы выполнять требования антитабачного закона с 1 июня. Заходите на наш сайт сампо.тв и голосуйте. Итоги подведем завтра. Камерный оркестр из Голландии «Симфония Роттердам» дает два концерта в Петрозаводске на 9-м международном фестивале искусств «Белые ночи Карелии». Выступление организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Года Голландии в России. Роттердамский оркестр, заслуживший репутацию одного из самых профессиональных камерных оркестров в Нидерландах, известен благодаря концертным исполнениям лучших образцов классической музыки. Коллектив ежегодно дает более 30 концертов. В Нидерландах гастролируют в Германии, Великобритании, Македонии, Словении, Мексике, Бразилии и Колумбии. Маэстро Конрад Ван Альфин имеет большой опыт работы и с российскими коллективами. Завтра Роттердамский оркестр выступит в Петрозаводском госуниверситете. Начало концерта в 17 часов. А на этом наш выпуск завершен. Наши новости также доступны на сайте сампо.тв. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин